Телерадио компания ДомТФ. Отличные кадры. Субтитры создавал DimaTorzok ДомТФ. Отличные кадры. 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 Причем они играют прекрасно, как я уже говорил, великолепно играют американскую музыку с интерпретацией, с разными составами, с Зароняном, с Киреем, с другими. Но их отличительная черта, что они играют вот эту колокольную русскую музыку, известный уже ставший знаменитым диск. Русская музыка, которая неизвестна за рубежом и у нас. Это является эквизитной карточкой. Мразь Иванова из Курска. Ребят, так вот в союзе братьев чего больше? Творческого альянса или родственные узы или уже безысходность какая-то? Вот братья и все, и деваться некуда. Чего больше? Все пропорционально, поэтому он и существует. Музыка. 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 Адрей, вот ты так нормально по-человеческе учился в Гнесенке. никому не трогал. И вдруг вот Бабах закончил все-таки в конечном итоге МОСПЕД города Ростова-на-Дону. Это что, тлетворное влияние брата? Ну, это вообще тлетворное влияние джаза. Брат тоже попал под его тлетворное влияние. На самом деле, я учился еще до Гнесиных в Саратовской конститурии. Первый курс закончил. Потом, после армии, перевелся в Институт Гнесиных. И... Ну, все это время я занимался и классической музыкой, и, конечно, джаз для меня все-таки оставался чем-то притягательным и таинственным, более интересным. И поэтому я всегда выступал все это время на джазовых фестивалях. И, конечно, Ким Назаретов в то время являлся одним из ведущих просто таких столпов джаза. И однажды в разговоре, как-то на одном фестивале, он предложил мне играть в биг-бенде. Закончить институт и потом преподавать. И, конечно, такая интересная перспектива. И сразу как бы окунуться в джаз по-настоящему, то есть играть в биг-бенде, учиться и преподавать. Естественно, что я согласился и переехал в Ростов. И я перевелся в институт и закончил четвертый и пятый курс за один год. Да, но тут, как назло, опять же, брат. Да, опять же, помеха Ростов-3 и победа на конкурсе. Как-то это изменило жизнь свою, да? Я думаю, что нет, в то время и не это изменило жизнь. Ситуация просто в стране стала меняться. И, несмотря на победу в конкурсе, это как раз просто дало толчок творческий. Играть было очень трудно. То есть залы были пустые. В то время, в общем, был небольшой спад. В то время, как в Европе, наоборот, был очень большой интерес и к нам, и к нашему искусству. Поэтому я думаю, что это сыграло принципиальную роль для того, чтобы уехать туда. Когда вы везли туда русскую программу, вы уже знали, что там такого не было до вас? Вы специально ее готовили для Запада? Ну, я думаю, что не специально для Запада. Потому что мы, скорее всего, случайно попали на конкурс. Где-то увидели об этом информацию. Потом узнали у Кима. Ким дал уже более широкую об этом информацию. То есть мы просто готовили ту музыку, которую хотели. Но она случайно победила там. И после этого, скажем, это стало... То есть мы поняли, что и поверили в свою музыку, и поверили в это направление. Что это как раз то, что надо. Тогда уже стали планомерно, готовить целые программы, которые связаны были с русской музыкой. В общей сложности в вашей программе около восьми или девяти произведений, среди которых, по-моему, несколько твоих, да? Три богатыря и еще что-то. Да, три произведения моих, остальные Михаила. Есть еще и феста. Это что? Это русский взгляд на культуру западную? Я думаю, нет. Просто мне понравилось. Я как-то наигрывал, долго занимался один на контрабасе. Играл, играл, и получилась пьеса сама собой. Она раскрывает именно возможности контрабаса, потому что непростой инструмент, скажем, и есть некоторые вещи, которые можно сыграть, вот только именно изучив его особенности инструмента. И эта пьеса, она немножко как бы я сделала под себя. Играл, 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 играл. Играл, играл. Играл, играл. Миш, ну, странно вообще, конечно, братья Ивановы, такая русская фамилия, вдруг джаз. Вот как вообще, может быть, поэтому и фолк джаз, естественно, выплыл, исходя из фамилии, как вообще возникла эта идея? Фамилия, аж первую никто не знает, поэтому всегда задаю вопрос, а какая была первая? Ну, если по-настоящему, то первым моим педагогом в курсе был Леонид Тинскевич, и, в принципе, он тогда уже занимался экспериментами соединения классической музыки, русской музыки и джазовой музыки. И, в принципе, четыре года обучения прошли под этим девизом. Ну, педагог, все время, слышишь его программы, исполняется сейчас-то заслуженный артист, очень известный человек, у него свой фестиваль джазовой провинции. Которая, как бы здесь, в России, очень известна. Вот. В Ростове первые три года, в принципе, это я забыл. И занимался классическим джазом, обучением, строктайм, а как это все было положено в школе на зарезу. Потом, на четвертом курсе, пришло такое вызов на конкурс в Калиш, в городе Калиш. И у Куловы Игоря, и я, мы должны были представлять Ростов как пианист. Это фестиваль джазов-пианистов. И там в программе стояло обязательно сыграть свое произведение. Вот тут я, долго думая, что же все-таки сделать, выбрал вот что-то в стиле того, чтобы вспомнить все-таки вот те впечатления от молодости, от совсем молодого. Курской жизни. Курской жизни. И написал пьесу, стал писать пьесу ярмарком, который я использовал ложки как народный инструмент. Одновременно играл левой рукой ложками и правой рукой. Это все чередовалось. Да, человек-оркестр, в общем. Да, человек-оркестр. Но это получилось как? А по композиции у нас был тогда взят Назаретовым в консерваторию Гена Маслов. И вот я с ним все это начинал стряпать. То есть, ну, вначале я ему приносил попепки. Вот я нашел тут поструную, вот я ложки тоже сделал, вот я, значит, это. Он все это, значит, собирал с первого урока, второй, третий, попепки. Все никак не мог начать. Вот как все-таки эту композицию сделать? То есть она куча всего, куча материала, ну, в принципе. И вот Гена мне тогда как раз сказал ту фразу, которую до сих пор я применяю не только в музыке, но и даже в деловых отношениях. Это, ну, пока ты не сядешь, не запишешь композицию всю от начала до конца карандашом, а потом возьмешь резинку, начнешь поправлять каждый кусочек, вот, и потом ее переделывать. Их до конца Женя может переделать. Но это уже будет композиция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам очень легко с ним работать, хотя я не думаю, что дело во мне. И не думаю, что дело в нем. А думаю, что дело в том, что когда идет процесс преподавания, то есть одна из разновидностей общения между людьми, достаточно распространенная в нашем отчестве, то, как и в любом общении, очень важен встречный импульс друг к другу. Вот у Миши был, у Миши был очень мощный импульс к познанию вообще, к познанию, пониманию, собственному развитию музыки. Ну и, естественно, это сказалось. Это сказалось. У меня тоже был такой такой встречный импульс. Не со всеми студентами получалось. Так, естественно. И, опять же, это зависело, как обычно, отзываться. После года, проведенного в таких поисках, я показал некоторые произведения, которые я уже к тому времени писал для фортепиана по Кусякову Анатолию Ивановичу. И поступил в его класс. И, конечно, вот два года, потом, через два года я уехал в Брюссель, уже по контракту работать. Вот эти два года – это одни из самых моих счастливых воспоминаний. Почему? Потому что, во-первых, Анатолий Иванович оказался очень чутким и тонким преподавателем. То есть это не началось с того, что мы начали создать композиции, начали писать упражнения. Во-первых, у меня уже были программы. И, во-вторых, у меня уже были заказы в Европе, чтобы эти программы делать. То есть я, получается, что приезжали в Европу, они, например, говорят, нам нужно еще 40 минут музыки вот такой. Я приезжаю в Ростов, и получается, что я учусь, но в то же время работаю на программу, которую через два месяца я уже должен сыграть в ГААГе. Это был первый джазовый музыкант, который уже получил пусть все образование как эстрадник, пришел учиться на первый клуб как композитор. Это очень знаковый был момент, потому что он пришел ко мне в класс и говорит, я хочу писать джаз, но не такой, как пишут все. И вот я сейчас вспоминаю, мы с ним поговорили, а где же искать? И вот появилась совершенно блестящая пьеса с ложками, где он ухитрялся играть огромный такой риф на 13 восьмых, очень сложно. И тут успевать это играть ложками все это продало такой русский, очень интересный и колорит, а действительно надо было услышать. С этого начали, а потом начали изучать очень серьезную классическую музыку, ну не просто музыку, а музыку Стравинского, за которую он нам известен. Да, то есть он пошел бы в участок композитора классики у Запада, то есть еще что-то у эстрады, а здесь прошло обратное направление. Он стал искать в академической музыке, и произошло обогащение, более того, обогащение русским национальным фольклорам. Ну это очень творческие, были два года, очень творческие плодотворные деятельности. Много материала было накоплено, и даже была написана одна соната. Кусяков говорит, что это все вариации и вариации, все происходит в джазовой, давай вот другую форму возьмем. И благодаря этому появилась композиция «Золотое кольцо». Я хотел написать несколько таких композиций, проехаться по «Золотому кольцу», вот реально вокруг Москвы, и каждому городу посвятить. Ну вот до Брюсселя, я успел до Бельгии написать такую, одну сонату большую. А когда уже приехал в Брюссель, там доделывалось композиции, то есть они были как бы формы сделаны, были... Ну то есть они обкатывались, да, смотрелись за ними. Да, а там это создавалось интересно, что мы жили под Брюсселем, и нам дали ключи от церкви, от католического храма. Небольшой церквушкой, в которой стоял орган и пианино. И вот эти ключи были всегда у нас, а служба там была только в субботу вечером, в воскресенье днем. То есть все остальное время можно было заниматься, даже барабаны мы там поставили. Но у католики относятся несколько иначе. Но вот я помню, что все это дописывалось, потом и сочинялась новая музыка. Тут распятие, тут орган, можно его включить, поиграть. Тут пианино, эти стульчики у них стоят. И вот в этой атмосфере, в принципе, я тоже, ну, так вспоминаю, с благородовением вся эта программа завершалась. И в конце концов, через год, вот уже после уезда, было сделано пару часов музыки, которая потом была сыграна в Европе. Миш, ну, вот ты предпочитаешь играть именно на рояле. А ведь синтезатор дает больше возможностей и акустический, и всевозможные поиски звуков, и колокольности, и так далее. То есть это эффектов больше. А почему-то ты отказываешься от синтезатора? Я, во-первых, я получил фортепианное образование. Во-вторых, рояль ничем не заменил никогда, потому что там вся колокольность, и струны, и все можно применить как угодно, там, технику. То есть просто музыканты еще плохо знают рояль, да? Эффекты, но ты работаешь с музыкальным инструментом. А там ты работаешь с цифрами, с дизитом, с цифрами. И кто-то за тебя сделал колокольный звон, колокольный тембр. Вот извлечь пальцем, найти аккорд, найти подобный колоколу, найти его звучание, найти, чтобы он так вот бился, и так нажать, чтобы это произвело впечатление. Вот это искусство. А если ты нажмешь то, что уже запрограммировано, найдешь колокол в программе и его нажмешь, ну, это неинтересно. Азарт-то нет. Азарт-то нет. Достаточно плотно в течение пяти лет, поработав в Европе, на самых престижных площадках, рядом с такими величайшими мастерами, как Чик Корея, Петручани, Брэдфорд Марсалис, братья возвращаются в Россию с твердым желанием сделать что-то свое. И начинают они с Эмбара, который за два года становится излюбленным местом джаз-фэна. Сегодня братья раскручивают собственный проект, который очень наглядно демонстрирует своеобразную школу выживания джазмена в России и форму бытования джаза. В России, к сожалению, не существует школа менеджмента, которая существует на Западе, и поэтому там как бы все это разделяется. Музыкант, он как бы занимается больше музыкой, а менеджер, который продает его проект, пытается как бы организовать ему гастроли, ждет. Здесь нет вообще в джазе такого, не существует. Поэтому одни из первых, вот можно сказать, что мы и, может быть, Игорь Бутман, которые начали этим заниматься, вот, и ставить на деловую основу. Там есть свои законы, которые необходимо соблюдать, чтобы это все получилось. Это так же, как в композиции, здесь существуют тоже такие законы. То есть мы эту школу прошли благодаря тому, что мы прожили пять лет на Брюсселе, на Западе, там играли много концертов, там были связаны с организацией тоже концертной деятельности. У нас был свой менеджер. И сейчас в Москве мы имеем фестиваль джаз-рали, который уже пять раз за это время прошел. Фестиваль на Поклонной горе, это третий год подряд. Также организуются разные, вот, на кораблях, фестивали такие. Вот у нас есть проект, когда множество кораблей выезжают по Москве-реке из разных точек, семь кораблей. Там, значит, музыка, потом они все соединяются, как бы такой, в общем, джеймс-рэйшн. Это можно и на дону сделать? Да. Потом у нас в проекте стоит обязательно в этом году сделать первый международный конкурс молодых джазов-исполнителей по типу того, что мы выиграли в Брюсселе. Являясь, с одной стороны, солирующими, если бы он был. Например, так, рояль, потому что он может быть. А вместе это является ритм-сектика, это аккомпанирующие моменты. И поэтому нам с этого ощущения удобно. Мы можем играть с любого музыканта и уже с ним сделать совершенно новую музыку. То есть, если играешь с Гораняном, это традиция. Если ты берешь, например, приезжал в Джимми Кап с Савелем Пономарем, это совсем другой стиль. Если с Игорем Бутманом, это новый стиль. То есть, в принципе, у нас очень мобильное в этом смысле положение. Нам удобно сделать разные программы. И, приглашая код солиста, мы можем довольно резко менять направление музыкального. Такого басиста, как Андрюша Иванов, и у нас... Я боюсь, хернаки привешивать. Но, я не знаю, я давно не слышал здесь, что есть такого. И пианист Миша, он как раз очень органичен, очень точен и всегда четко знает, что ему делать в ансамбле. Кстати, на запте это слышно даже лучше, чем в концерте. Он всегда пунктуально точен и выразительный. Очень завектен, да? Знаете, как это важно. Ребят, как-то так вот получилось, что вы, Ивановый, впервые вывезли на запад наш русский отечественный джаз. И вы же, по-моему, еще впервые сняли первый русский джаз-клип. У вас там как бы две ипостаси. Вы настоящие и вы академические. А какие вы на самом деле? Где-то между. А может, и такие, и другие. Русская душа. My Russian heart. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»